Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана Адак и сегодня мы вышли погулять со школом, покормить, вот взяла хлебушек и почти покормили, и осталось чуть-чуть, думаю, засниму вам, какие у нас красивые животные, неживотные птицы. Посмотрите, как много, но эти чайки, они не тянут, мы им бросаем, а они сразу прилетают. Мы сидим сегодня, погода супер, дома сидеть не хочется, когда такое солнышко, мне кажется, пришла весна. А сейчас я их покормлю, посмотрите, как они ждут меня. Иди сюда, иди сюда, ты тоже, да? Сюда, ты что, какие они красивые, посмотрите, какие они холёси, не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь, мои хорошие, и чайкам чуть-чуть. Ага, смотрите, что сейчас будет, какой это жалтаж. Посмотрите, посмотрите, что творится. Все голодные, все. Я аж не сказала, нахуй, не один хлеб. Опять хлебом надо взять. А, не бойтесь. А кошки, посмотрите, кошки, Патта, хейди, да, хейди, лир, бакси. Орда, хейди, лир. А, а мы као не покушаем. Кошки идут из головы. Хорошие. Вот, сейчас кошка подбежала. Кошки, знаете, что хотят? Друзья мои хорошие, сейчас, знаете, что делаю? Свой стабилизатор пробую. Какая прелесть вообще, посмотрите. Тут кнопки, но немножко с моего телефона, он не подключается, аж кейма мы взяли. Вот камеру можно сюда, туда, представляете? Налево, направо. Вот я иду, и всё это вам снимаю. Какая прелесть. Вообще супер. Наверх, вниз. Вот так вот. 18 градусов. У нас 18 градусов. У нас 18 градусов. Сейчас уже будем побольше выгулять с Ашкимом. Потому что... Ашким мне рассказывает, как надо снимать. Знаете, профессионал он умеет. Идём с Ашкимом по набережной. Такая красота, такая прелесть. Прямо хочется раздеться, но потом будем возвращаться, будет холодно. И послушайте шум прибоя, шум волн. Вы хотите очутиться в данный момент здесь, рядом с нами? Хотите? Супер! Посмотрите, какая красота! Мой вес Мерси! Мой Мерси! Надо привыкнуть мне говорить правильно. Такое всё время, и говорю неправильно. Прямо так и не хочется. С дома трудно выйти. А потом не хочется и захватиться. Прелесть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет! И сегодняшнюю мою историю я продемонстрирую с набережной Мерсина. Погода шикарная, солнечная, настроение хорошее. Мы с Ашкэмом решили выйти погулять. Ашкэм, скажи привет. Дудянны. Привет. А как у вас настроение? Как дела? Я сейчас ничего не вижу. Можете только посылать лайки мне. Потому что вас не вижу. Хотите посмотреть на Мерсин? Лайки, лайки, лайки. Не вижу без очков. Я нахожусь на набережной. Смотрите, какая погода шикарная. Вообще, рядом море. Настроение такое отличное. А в море очень много чаек. Сейчас я вам покажу. Вот эта вот площадь Мерсини. Расскажу сейчас вам немножко о Мерсине. Мерсине, извините. Площадь Галатасарай. Есть такая футбольная команда. И когда Галатасарай побеждает матчи, то все фанаты приходят на вот эту вот площадь. Смотрите, такая огромная площадь. И здесь празднуют, отмечают. Ну, как отмечают? Веселятся, фейерверки. И тому подобное. Сейчас, похоже, наверное, на люди после работы. Будут все выходить на набережную. Кто на велосипедах. Вот хочу обратить внимание, вот такие самокаты. Прокат тоже появились. Их, значит, начинаешь бесплатно. Потом два теле надо заплатить. И каждая минута 60 куруш. И можете сколько хотите кататься. Ну, а там дальше есть и велосипеды. Ашкен мой сидит. Смотрит на меня. Сегодня первый раз выгуливаем наш стабилизатор, который мне муж подарил на день рождения. И никак не можем с ним справиться. Такой хулиган. Тут никак я не могу научиться. Ему нет времени посидеть и посмотреть. Севги, наша племянница. Привет, Севги. Селям, Севги. Нердесын, Севги. Нердесын, Севги. Дядын, Виним. Виним тук дар, Кадаш, Ларис, Лям. Насылсын, из... Вот такая вот у нас площадь. Вот видите, что русскоязычных здесь вообще я не вижу. Я не знаю, где они гуляют, но вот когда я только не выхожу, русскоязычных здесь не вижу. Вообще турки любят заниматься спортом. Я ходила сегодня на Пилатес, очень много женщин, домохозяек приходят. Я даже не подумала бы, что столько желающих позаниматься спортом. Ходят по набережной с утра очень много людей, после пяти-шести на велосипедах очень многие. Играют в футбол, баскетбол здесь есть, площадка баскетбольная, волейбол, теннис, большой теннис. Вот такой наш Мерсин, мои хорошие. А там дальше еще красивее. Вот видите, центр. Отсюда видно даже самое высокое здание, 52 этажа. Вот чтобы доехать туда, нужно, наверное, час быть в дороге. Это точно на автобусе, может даже и больше. Ехать, ехать, ехать. В той стороне центр. А в той стороне находится Теджея, Томик, Эрдемли. Это в сторону Анталии. Ну что, мои хорошие, буду заканчивать на этом свой прямой эфир. Надеюсь, и вам понравился мой сегодняшний репортаж. Вы увидели море. У вас прибавилось настроение и появилось желание посетить наш Мерсин. Посмотрите, какая интересная картина. Семья кошечек и какой-то посторонний кот пришел и смотрит, что он хочет. Живут они, видите где, с котятами. Какие холесие все, какие вы красивые, какие красивые кошки. А это какой жирный кот. Эти смотрят на него. Видите, малой и как он прогоняет его. Настоящий мужчина. Маму охраняет. А это тот. Ты не ходи в чужой дом без приглашения. Называется. Вот там, видно, они живут. Начался сезон пикников. Смотрите. На лужайке возле качели. Везде сидят уже. Кушают. Чай пьют со своими принадлежностями. Но, конечно, это все хорошо, когда есть машина. На своих плечах это все не перенесешь сюда. Вот такие самокаты вы можете взять на прокат. Здесь что написано? Не язми шорда? Угулама вар. Угуламayı цеп телефону на индирируешься. Встреча сезон пикновенной, потом, потом. Прогонки вар. Прогонки вар. А. Про мобильный телефон настраиваешь. Про мобильный телефон настраиваешь. 1 до кика и 1 минута 60 или если вы значит будете 60 на 460 понятно вот видите такой вот есть вот самокаты на прокат вот именно на каждом углу посмотрите сделали возле каждого столба вот это открыли новое кафе раньше его не было называется лимон кафе девушка позирует красиво на фоне волн видите пляж надо убирать волны все все пока некрасиво выглядит но это только пока наверно вы соскучились по моим кулинарным рецептам вот сегодня решила ашкэма порадовать побаловать пирожками вот сделала с картошкой и с щавелем испанак по-турецки называется и все это буду дегустировать нашей новой духовке вот сделала такую зажарку картошка с луком зажарка и вот щавель посмотрим что из этого получится посмотрите какая красота у меня получается моя духовочка супер оказывается здесь разные вот мы сейчас сашки вам посмотрели разные программы это верхняя там и сейчас покажу вам вот это на это подогревать еду так быстро тут бурек тут на все чтоб температура тут есть мангал представляете тогда жарились с соловкой не по не разобрались часашка посмотрел все в луке у меня такие у нас буреки вышли красота так а сейчас я вам покажу вот здесь вот у меня смотрите запекается курочка вот мы такие пирожочки получились это с щавелем а это с картошечкой поломала их вот такие вышли ой 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 какая прелесть пошли мы кушать сашки вам вот это все